Так, что делаем? Смотрите, я тогда буду писать горизонтальное что-нибудь. Мне просто удобнее, чтобы это в камеру все влазило. Заходило. Вы можете горизонтально. С композицией я вам помогу? Да, вы мне, если вы мне поможете, просто для разнообразия, вертикально. Да, чтобы было две, вы будете повторять на своем карте, и чтобы не было две одинаковых, мы сделаем в разных форматах. У нас получится сделать разные картины. Так, смотрите, холст я вчера вечером сделал фактуру. Это моя грунтовка, грунт-паста. Она здесь колерована маслом, то есть она затиралась. То есть эта эмульсия, она затерта... Сверху? Да, она затерта вместе с масляной краской, поролоном, превращена в эмульсию. То есть когда в клеевой, в клее растворяется масло, оно как бы, ну, растворяется, буквально миксируется. Это считается самый лучший грунт, именно эмульсионный. Правда, им нужна выдержка какая-то, там, один-два месяца. Ну, поскольку здесь масла очень мало, то, ну, процент может быть, 3-5 процента, то можно уже, ничего страшного, можно сразу писать. Так, сейчас смажем чем-нибудь... А что за цвет вы добавляли? Цвет... Смешиваю. Кадми-оранжевый и что-то коричневое, по-моему, морс-коричневый какой-то. То есть что-то... Так, смотрите, запоминайте, что будет делать. Работаем на разбавителе 20 к 80, 20 процентов от масла 80 разбавителя. Смажете просто, наверное, тоже что-нибудь, ну, можно коричневым, чуть-чуть капельку, буквально. Ну, что-то дать, вот этот у нас пассивный подмалевок, он не будет влиять на цвет, только будет смотреться из-под него. А вот это коричневое будет активно, тоже будет чуть-чуть объединять верхние краски. Немножко оранжевого. Да, давайте, знаете, что лучше, марс-оранжевого. Будем работать с этой палитрой, с одной. Хорошо. Ну, не будем трогать марс-коричневый, да? Ну, или нет. Да, ну, можно немножко. Да, лучше марсом оранжевым. Так, смазали, теперь делаем что-то. Рисунок. Так, как мак у нас устроен? Тут здесь они достаточно, так, написаны символично, ну, точнее так, из головы. Ну, там, как бы, насколько я понимаю, два лопуха сзади, больших, и два с поворотиком поменьше, вот так, то есть четыре. А они, как бы, чуть-чуть перекрывают друг друга. А вот два вот так, два вот так вот, поменьше. Вот это мы нарисуем, поставим, вот центральный я какой-нибудь сделаю. А внутренний цвет у них какой, вот этот самый темный? Он и черный будет, и коричневый. Вот с цветом мы будем играть, но скорее коричневый сделаем, чтобы не выбивался из общей гаммы. Так, ну, вот два вот таких кривеньких, больших у нас лепестка, и два поменьше будет. Теперь, это очень важно, цвет набрать. Начинаем, как всегда, со слабых, с чистых оттенков, не с фона, а закладываем... Тень для цветов. Да, 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 ну, теневые, может быть. То есть сам чистый цвет, который мы обрежем. Если бы здесь был фон, белило, например, это сразу попало бы в краску, потушило бы ее. Такое, красно-оранжевое, возьмете без белилов. Никаких белилов, это без белилов. Да, наверное. Мы здесь белилы, конечно, потом будут, без белилов мы не сможем рисовать. В основе нужно положить яркий цвет. Там тоже нужно показать какие-нибудь дальние... Мы будем рисовать пространство, ну, то есть, работа такая, постараемся сделать атмосферу. Такие, чтобы это, как бы, не просто несколько цветков, налепленных сверху. Чтобы они были в какой-то среде. Пространство. Уже красиво. Так, фон делаем. Вот здесь. Ну, здесь гамма хорошая, наверное. Такая вот красно-оранжевая и вот эти оливковые. Оливковые делаем, как всегда, из охры желтой, травяной. И можно успокоить вот эту яркость немножко красную. То есть, не надо никакого оливкового покупать. Я вот как не куплю, они мне все не нравятся. А вот смешаешь, и хорошо. Старайтесь без контуров сразу соединять с этими заготовками. Чтобы потом... Чтобы выходить в пространство, и что, да, не осталось. Да, не возвращаться потом с починкой этих мест. То есть, помним правило, чем меньше телодвижение на холсте, тем работа чище. А, да, я первый раз слышу. Да, да. Ну, то есть, если мы много ковыряемся, работа постепенно замыливается, замыливается, вносятся новые оттенки. Вот она чистая. И когда несколько красок всего лишь, много не стараемся не мешать красок. Есть такое правило, даже больше трех не мешать красок. Она не всегда работает. Иногда очень... Можно грязь из трех красок сделать иногда, да. А иногда можно из многих-многих красок сделать такие хорошие благородные оттенки. Но я к тому, что вот замешивание, когда ты долго ковыряешься в новое телодвижение, как-то краска миксируется так, что она становится унылой и грязной. Вот такой вот. Она затертая. Да, мазок желательно должен быть таким свежим, чистым. Ну, вот терпит поправление какое-то. Одно-два поправления мест. Но уже когда больше водишься, это уже видно, вот это вот за замыленность какая-то нехорошая. Так, уже сейчас можно вводить беливы. Вот эти наши оливковые оттенки. Краска подсох. То есть разбавитель немножко выветрился. Подсох. Подсох холстик. Немножко масла есть для сцепки, так сказать. Вот. Уже можно немножко разбавлять краску. Но немного. Не вот так, во-первых, мыкаем. Так кисть очень много забирает. Чуть-чуть. Кончик. Да, кончик. И, кстати, не отжимается. Смотрим. Уже не туда. Буквально не переносим. Во-первых, это трудно. Во-вторых, это экран. Это уже принципиально разные вещи. Смотрим сюда. Работаем методом отношений. Помним. То, что мы должны соединять гармонично свои краски на палитре и делать картину. Вот как мелодию. Не брать отсюда. Мы наберем ошибок, и у нас будет такая какофония. А мы должны брать каждый цвет относительно соседних в своей работе на палитре. То есть, чтобы было гармонично здесь. Почувствовать, да, Олег? Или как? Да, почувствовать. Вы должны вот... Или по уму. Это и по уму, и по чувству. Вот не знаю как. И то, и другое. Да, наверное, чувствовать, да, тоже очень много, значит. Вы должны чувствовать, что вот это соотносится к этому хорошо. А вот к этому уже не принципиально. Работа может быть и так написана, и так, в каких-то... Ну, как вот, если с той же музыкой сравнить, в разных регистрах. Вот там, в высоком, в низком. В данном случае здесь можно в тёплом, холодном, светлом, тёмном. Но она должна быть цельной. Если цельность это получится, а это главное в живописи, особенно в декоративной, вот такой вот там полуабстрактной, очень важна вот цельность цветовая, чтобы она вот была организованная, цветное пятно, так сказать, на стене висело, не... ну, как-то вот цельно. А вот ещё раз, метод отношений, вы сказали, работаем методом отношений. Это как? Это вот как один цвет относится к другому? Да, да, да. Всё время сравниваем. Ну, это вот, это особенно, здесь это немножко отличается от классического, как вот учат портрет, например, писать, когда ты сравниваешь, пишешь, например, цвет носа, берёшь его относительно цвета лба. Потом проверяешь этот же цвет носа относительно волос, вот сравниваешь. Прямо на холсте, не с натурой, как таковое. Нельзя вот досконально взять с натуры. Получится всё раздроблено и неубедительно. Не потому, что это разные, в принципе, источники, как бы физические, краска и тело, например. А брать цельно, цельно ты смотришь, ты, ну, знаешь, потом отошёл, посмотрел, как оно относится, например, вот, ну, если мы вернёмся к этому, как вот этот тёмный относится к этому. Хорошо, он не кричит, он спокойно, он поддерживает, он работает на вот это. Вот так вот. И тональный, кстати, прищуриваемся, тональности проверяем, чтобы, ну, особенно, когда уже пишешь не абстракт какой-то, а, ну, тот же портрет, там, натюрморт, смотрим, тональность. Очень важно, чтобы была убедительная цельность. Так передаётся материальность, когда вот тональные различия хорошо, ну, работают правильно. Правильные, то есть, как бы читаются. Да, тогда передаём материальность. Материальность, для этого подходит прищуривание, очень полезно фотографирование с последующим переводом в чёрно-белые. Это, ну, если будет минутка, я там покажу, как это делается. Всё, уже пошло. Уже здесь заложились другие отношения. Сюда мы уже, я лично уже и не смотрю, потому что мне уже нужны вот эти отношения. Уже своё. Так, вводим немножко холодного. На одних тёплых нельзя строить картину. Можно, но она будет такая, ну, бедноватая. Да, и усталая. У нас холодный поддерживает тёплая. Ой, береза очень хорошая. По-моему, сюда пойдёт. Береза сюда, всё, везде идёт. Береза, конечно, не в чистом виде, смотрите, не переверчите. Фон есть фон. Он должен быть несколько спокойней. Экспериментируем. Вот я не знаю каких-то правил. Они, как правило, не работают. Вот есть такие таблицы с выкрасками. Да, которые цвета, которые подходят, например, там, ну, жёлтые, там, с фиолетовыми, да, там иногда работают, но часто не работают, потому что жёлтый жёлтому рознь. Он бывает и такой, и такой, а уже вот этому оттенку какого-нибудь уже свой фиолетовый искать нужно, понимаете? То есть вы не смотрите на это колесо? Нет, не смотрю, а у меня его и нет. Хотя есть онлайн какие-то колёса там всякие. Поэтому мне не трудно поэкспериментировать. Просто вот, например, фиолетовый попробовать. Ну да, немножко вот кое-где можно фиолетовый. С чем я его тоже разжал? А вот с той же, да, с ухрой, которая у меня была на кисти. Немножко плотнее начинаем. Помним, что у нас сейчас впереди высветление. Вот я широко смотрю, расфокусированный. Я смотрю, как вот этот угол относится вот ко всему. Чтобы он не разваливал общая. Есть какие-то правила, там, два угла должны быть светлые, два тёмные или нет такого? Или вот, опять же, в зависимости, каждый раз по-разному? Да, в композиции столько этих правил, что, ну, вообще... Экспериментировать, да? Да, можно экспериментировать. Вообще, углы, тёмные углы, они собирают картину к центру. Ну, если все четыре угла сделают тёмные, то это будет слишком заметно, слишком, возможно, как-то декоративно. Наигранно. Да, 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 вот так вот. Ну, два угла сделаем темнее. К низу плотнее обычно, плотнее, да, темнее немножко, к нижней части. Чтобы картина уверенно стояла вот. Утяжеляем. Немножко вниз, слегка, вверх немножко полегче пишем. Пишем пока на тонких слоях. Чем тоньше, тем больше возможности украски. Да, сгоняем всегда, сгоняем вообще работаем со светлой на тёмной. Да. Ну, это опять же, принтер такой, мы работаем на высветление. То есть, светлое должно лежать на тёмном, а не наоборот. По преимуществу. Преимуществу. Даже снимаем всегда. Чтобы не пачкать, да? Да, да, потому что тёмное некрасиво смотрится, когда заходит на тёмное, оно такой грязными точками смотрится неприятно. То есть, вот когда вы добавляете в среду, это какое правило? То есть, вы добавляете какой-то дополнительный цвет? Да, и дополнительно должно быть нечто такое, за что мог бы цепляться глаз, и ему было красиво, понимаете? Какая-то текстура интересная, неопределённая такое вот что-то. То ли это в небо переходит лук какой-то, то ли ещё что-то. Как только какая-то появляется определённость, что на самом деле это небо, тут тебе лужок, это нужно разрушить, чтобы была недосказанность. Это неинтересно вообще-то. Да, да, вот на это нужно так балансировать. Цвета разные, опять же, и тёплое, и холодное, всё вместе должно. Пробуем, опять же, чистые, грязные. Процесс решения мне хочется понять. Просто вот нету, я не знаю, почему вот сюда охрану, захотелось, наверное, кухнистых каких-то. Я аккуратненько попробую, если не получается, сразу убираешь, перебиваешь чем-то или снимаешь. Тут уже вкусовщина, понимаете, вот, повторюсь, правил, скорее всего, каких-то нету, что там фиолетовое, тут вот зеленоватый должно быть. Доверять надо себе. Да, да, да. Да, заходим прямо на эти заготовки, не страшно. Опять же, вот сейчас, возможно, излишняя насыщенность, она и уйдёт, то есть подравняется. Вы заходите прямо на цветы, да? Да, почему, конечно. Главное, смотрите, на тонких работаете, на тонких холст должен держать краску. Это я про грунт говорю, это очень важно, чтобы не скользило, иначе от каждого мазка, кисти или чего-то у вас будут появляться белые точки грунта, ну, холста, собственно. Уже не будет этого. А вот когда вы кисти укладываете и мастихином, это как-то чем-то отличается, да, укладка? Да, мастихином-то грубо достаточно делает, кисть немножко деликатнее, то есть она быстрее перетирает краску с фоном, и поэтому мягче всё это смотрится. У мастихина могут быть такие жёсткие остатки краски, они контрастные очень, здесь контрастность поменьше. Можно после ножика, сначала ножиком поработать, потом слегка смягчить вот эти остатки краски кисточкой. Так, теперь можно с цветами поработать. Вот сейчас нужно форму хотя бы нескольким цветам придать более-менее определённую. То есть сначала мы положили, а теперь это уже наша цветочная кисть, да? Да. Самая большая. Да, это большая. Немножко разбавляйте и краску. То есть и потом мы... Или здесь светлее должно быть, потому что свет оттуда, да? То есть здесь более оранжевый, там тёмно-красный. Ага. А у меня чуть-чуть, как-то, 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 как-то. Продолжение следует... То есть вы чуть-чуть так увеличиваете эти лепестки за счёт этого прозрачность получается, да? Да, она цепляет краски окружения. Так, нарисовали что-нибудь и разрушаем. Добываем фактуру, делаем фреску. Вот это не надо научиться, не бояться, не экономить красочкой. Это столько даёт, что... Вот это и создаёт текстуру такую необычную, сложную. И то, за что мозг будет цепляться постоянно. То есть он будет рассматривать, бродить, бродить, взгляд... Так оно и есть. Вот, о чём мы говорили пять минут назад. Мастихин грубо это делает. Хотя, кстати, мастихин неплохо и растушёвывает. Особенно, когда ровная поверхность. Проложили грубо и чуть-чуть уложили кисточкой. Можно чуть-чуть смягчить, если это нужно. Но хотя размер приличный, 50 на 70, можно делать и достаточно так вот брутально накладывать. А вот уже на маленьких размерах это слишком будет, слишком контрастно, слишком... Смотрите, там, где нет фактуры, а краску нужно проложить, например, здесь, чтобы она порвалась, можно водой смазать. Вот смотрите, здесь вода у меня просто. Капельку жидкого мыла или ферри добавляем. Это для чего? Ферри это у нас поверхностное активное вещество. Оно не даст собираться воде в капельке на масляной поверхности. То есть она равномерно покроет. Кстати, вот это можно окрашивать акрилом. Да, вы говорили. Слушайте, давайте я даже сделаю так. Давайте. Я никогда не слышала, что водой брызгали по маслу. Я до сих пор не могу. Так, вот акрил у нас оранжевый. Так. Например, берем туда капельку. Каплю ферри и каплю акрила. Вот на такое количество. Да. Так это, чтобы я не забыла никогда. Может, даже капельки и многовато. Потому что это подтек будет оранжевый, да? Нет, это ровный такой оранжево-объединяющий цвет. Что произойдет? Акрил ляжет с водой. Вода испарится. Останется акрил. Точнее, пыльца краски оранжевой. Она утонет в масле. То есть масло пропитает. И акрил превратится, собственно, в масло. То есть никаких нарушений технологий не будет. То есть он утонет. Если немного, то можно. Вообще художники хорошо совмещают акрил с маслом. Так, посмотрим. Ну вот на стаканчик. Две-три капельки ферри. Это что даст, я не поняла. Ну ладно, мы посмотрим, что это даст. Смотрите, нет, вот так вот художники, ну и художники, я, по крайней мере, так делаю, когда нет за что зацепиться, я на мокрое накладываю краску. Она тогда вот так вот творожисто ложится. Как классно. Вроде имитация фактуры. Просто если на масло, оно смешается. Здесь оно не смешивается. Потом ферри, то есть вода испаряется, краски слипаются намертво. То есть тоже, главное, совсем на одном ферри, конечно, не брызгать, по мылу не очень будет. Хотя, если у нас первый слой уже закрыт, ничего страшного. Можно чистым ферри мылом каким-то брызгать. Все равно оно как-то прилипнет. Даже если оно где-то отвалится, там, это не страшно для такого плана живописи. А второе, все покроет лак, все вместе с клеем. Ну это же красиво. Так, так, так. Так, добавлю я еще, наверное. Еще чего добавляем? А, еще акрилов. А, да, краски. Не очень красящая какая-то краска у нас. На амстальдам, да. Это она, говорят, самая нетоксичная амстальдам. Серьезно? Да. Ну да, пигмента там мало. Вот, видите, сейчас окрашивается в оранжевый. Да. Ой, маков не жалко. Не жалко, не жалко. Все это высохнет, ну что ли. Ну, она же смешанная техника. А тут... Остается только поднять руки вверх. Вот оно пошло, оранжевое. Вот оно, тут достаточно пигмента. Вот оно растворилось. Вот мы сейчас объединили оранжевым. Сейчас будем дальше писать. Оранжевый. Что? Что? Все нормально все под контролем. Она всохнуть будет миллион лет, это вода. Вода, а мы сейчас феном просушим. Вот я для зрителей скажу. Вот так. Я делал так аэрографом, когда вот собирал картины, не очень цельные. Вот пейзаж, например, какой-нибудь. Он, ну, такой немножко разбитый, такой колорит хромающий. Из аэрографа берется там та же оранжевая красочка с ферри. Ну, акрил. Почему акрил, почему не масло? Потому что на масле на разбавителях это в мастерской невозможно. Там взрывоопасная просто атмосфера. Через минуту становится взвесь такая, очень пахнущая. А аэрографом, акрилчиком легеньким прошелся, прошелся, объединил работу. Пигмент этот впитался в масло. То есть она по высыханию, она абсолютно, можно водой, мокрой тряпкой мыть. Вот этот акрил, в частности, оранжевый, он уже там, он не поднимается. Он намертво влип в масло. Вот покрываешь лаком и все, она уже объединенная. Вот как здесь. Здесь, конечно, я переборщил с оранжевым, а вот здесь, посмотрите, какое объединение произошло по колориту. Потемнело немножко, но оно объединилось. Вот точно так же, сейчас пигмент он подсох, он пропитается маслом. Сейчас будет хорошо. То есть технологию никак мы не нарушили. Это смешанная техника, но с технологической точки зрения никакого нарушения, касаемо долговечности какой-то, нет. Так, вот теперь добываем опять те оттенки, там, бирюзу какую-то. Ага, бирюзу, вот это, цивилинные, длинности. А что-то останется у нас объединенное. И все равно, вот эти слои, они добавляют глубины, правда? Ну, конечно, да. Вот этим приемом пользуетесь просто водичкой. Сбрызнули, если у вас гладкий холст. И уже мы стихинчиком по-мокрому увидели, что происходит такой вот очень-то тоже интересный эффект. Ну, всегда фейри добавлять. Фейри, да. То есть акрил не обязательно? Она сразу в капельке, у вас крупные капельки сразу стыкать начнут. А с фейри, с небольшим количеством, поэкспериментируйте. Что главное, много не нужно, потому что зачем вам лишнее мыло. А немножко можно, чтобы только тонкий слой водички был. Вот. Очень хорошо потеки делать. Вот здесь не та работа, чтобы показывать. То есть берете капельку акрила, подбираете акрил и потом водой вот из этого пульверизатора растворяет краску. И акрил течет очень красивыми такими потеками. Я видела некоторые ваши... Ну, у вас на мастер-классах есть такие работы, которые... Особенно на вертикальных работах красиво смотрятся. Ну, вот могу показать, но потом исправляться придется. Ну, может, нам и есть, а потом... Ну, хорошо. Нам нужна атмосфера. Тут не столько эти маки, сколько... Воздуха есть. Да, да, да. Необычные текстуры, необычности какой-то. А маки-то так, вишня-класса. Да. Ну, нет, с маками поработаем, конечно. Вот я говорю, что вот это, ну, собственно, и самое, может быть, важно передать какую-то атмосферу. А еще с какими цветами так можно работать? С любыми. Фиолетовый очень хорошо кладется, но это на холодную работу, он объединяет хорошо. Желтые, такой тепло-желтые, например, кадмии желтые. Охра слишком глухая, вот кадмии желтые, можно вот пейзаж зажечь. Вот вечерний какой-нибудь пейзаж солнечного хорошо зажжется теплыми красками. Синий не слишком холодный, а вот фиолетовый хорошо. Да, синий холодный. Синий хиллер. Продолжение следует... Кстати, вот этот акрилл немножко загустел нам краску. Не знаю почему, но она немножко загустела. Вода немножко влияет, наверное, на масло, на саму краску. Вот я чувствую, что она даже подгустела. Возможно, это можно применять, когда у вас перемасленная работа, пройтись просто водичкой вот этой вот, чтобы... Да-да-да. Чуть-чуть краска немножко... Это я замечал, когда краску храню, я в ведерке, ну, ведерочкой, да, по краям старую неиспользованную краску после работы, и водичкой завиваю, когда ее вынимаешь там через день, она немножко загустелает. А я подумала, это не от фена этого горячего? Нет, 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 вы что, она никак не влияет, она начнет густеть, начнется полимеризация, только там через сутки, ну, в зависимости от сортокраски. Нет, нет, это феном. Вода, значит. Вода немножко чуть-чуть связывает, вот я чувствую, что она уже вот такая хорошая. Так, подбираем цвет под эти бутончики, но они такие с холодком. Снизу темно, сверху посветлее. Так, свет у нас скорее теплый. Значит, утепляем немножко верхнюю часть. Вот, овальной кистью какой-нибудь побольше. Ага, ну это ваши вот эти новые. Да. Интересные. А что за краски вы смешали? Да, вот что-то серенькое, неяркое, зеленоватое какое-то. Я даже не смотрю, какие краски, я смотрю, как вот это относится вот к этому. Понимаете, вот опять же к вопросу работы в отношениях. Он, да, подчиненный, неяркий. Если бы я яркий зеленый сделал, разрушили, у нас бы главные оттенки потухли. Спор бы начался такой. И исчезает. Вот, ну, колорит, цельность, когда, вот часто проговариваю, то, что в картине, особенно такого плана, хорошо, когда нет каких-то цветов. Есть, вот, например, красный, оранжевый, зеленых почти нет, есть такие серо-зеленые, нету бирюзы, нету фиолетового ярко выраженного, холодных красных нету. И уже все, уже как бы половина спектра нету, ну, то есть почти нету, кое-где можно добавлять немножко. И она сразу цельная становится. Как только мы сюда и синий, и зеленый, еще какой-то сделаем, ну, она ничего. Маскарад получается. Маскарад тоже имеет место быть, но если мы хотим, да, цельную, декоративную, ненапряжную картину, мы же не хотим там концепт какой-то высказать, какое-то напряжение задать там. Ну да, или проблему поднять. Да, 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 проблему, правильно, там, вот. Это не концептуальное искусство, это декоративное, абстрактное что-то такое. Нам нужно спокойно организованное пятно, спокойное цветное пятно. На что нам хочется смотреть постоянно и глаз не оторвать, да. Ну, то есть красота в чистом виде. Вот это пишите красоту в чистом виде, но без сладости. Вот это очень важно, вот удержаться, не скатиться в пошлость. Да, в сахар, в сопельке. То есть мы что-то нежное, что-то грубое. Вот здесь и сочетание хорошее, достаточно грубого фона, ну, по укладке, по фактуре. И что-то вот нежных каких-то лепесточков, намеков на лепестки. То есть вот тут и грубое, и нежное что-то вместе. Опять же, не сваливаемся. Мне этот процепт очень нравится, очень. Вот, я набешиваю, смотрю, даже не вспоминаю этих, смотрю вот сюда, как он к этому отнесется. И пробую, хорошо отнесется. Как вы же говорите, цвет должен нравиться еще на палитре. Да, да, все правильно. И даже стебельки вот так, не мудрство и лакова. Конечно, они в голове сложатся у нас. Не ведем никогда прямой линии какой-то. Если мы вот в таком ключе работаем, образном, наш мозг должен постараться и соединить. Более того, сейчас краска вылетрится, я же это разрушу. Я еще вот так вот пройдусь, сниму его. Вот, чтобы он фреской стал. Вот. Что-то будет у нас прописано четко, контрастно. Что-то будет растворяться в этой же атмосфере. Я очень люблю эти рваные линии с такими углами. Мне вот это так место нравится. Композиционно помним. Ну, вот такими деталями мы композицию тоже должны делать. Не разбрасывать их везде-везде-везде. Как бы не жадничать. Вот я знаю, что как вот жадность такая есть. И хочется много-много-много-много-много. И разваливать, и становится пестрота. Но нужно подчеркнуть композицию. Например, вот это вот. Нам же еще пару бабочек надо вставить. Так, бабочек, не знаю, как бабочек. Ну ладно, посмотрим. Ну как хотите, даже намек. Давайте на вашей попробуем. Если проканает, тогда... А вот так просто вы, ну как бы, знаете, бывает, набирают на кисточку и такой... Ну вот это вот, как бывает. Вы так это не делаете, да? Делаю. И, кстати, здесь можно сбрызнуть. Давайте прямо сейчас сбрызнем. Ну... Еще сейчас нет, мы... Так, деликатненько это сделаем. Ну деликатненько, чтобы маке не смертеть. А макам не страшно. Мы все равно снимем. Там же краски почти не будет. Ну как бы, чтобы вот... Что, в эзде получилась, да? Да. У нас же не нужны подчеки здесь. Смотрите, можно цвет подобрать. Подчеки нет, не нужны. Сейчас я на камеру покажу, что нужно. Так, берем капельку белил, попробуем сейчас холодным брызнуть. Бирюза у нас тут присутствует. Бирюза как универсальная, бирюза с белилами дает такой серебристые брызги. И разбавляем очень сильно. Абсолютно прозрачная водичка. Кладем работу на опору. Это у нас white spirit. Без всего. Да, это white spirit. И берем как-нибудь брызг. За цветы не переживаем, повторюсь. Главное, чтобы они почти не читались. Понимаете? Вот это очень важно. Иначе будет какой-то конфетти. Нам нужно чуть-чуть облагородить. То есть еще одну степень сложности в работу привнести. Добавить интереса для глаза. Да. Ненасытного. Можно оранжевым немножко попробовать. Добавить. Так вы увлекаетесь. Сейчас, ему все лишнее, процентов 70 же уберется. Останется там. Да, да. Самые удачные такие. Можно, вот я сейчас достаточно хаотично все это делаю, можно какую-то динамику закладывать, например, вот. В диагонали. Да. Так, ладно. И кираю. Да, протрите, пожалуйста. Вот так вот делаем немножко с полминутки воздуху, чтобы оно выветривалось. Вот это мы так выветриваем. Я вот всегда не знала, для чего мы это делаем. Можно феном пройтись. Чтобы не потекло, правильно? Ну, чтобы быстрее поставить. Можно там пойти чаю пропить. Так, ставим и вытираем. Вот у нас немножко потекло. И снимаем. Мы уже компили еще лучше вот таким-нибудь кистью. Вот оно удаляется в одно движение, поскольку краски там нет. Почти не видно, что мы убрать будем. Можно было больше немножко билин. Или что-то сильнее? Вот что есть сильнее, чем вот этот white spirit? А при чем тут сила? Ну, то есть, которая выедает быстрее краску. Она же не выедает. Здесь нет этого эффекта. Не выедает, нет? Нет. Даже ацетоном брызнешь, он не проест краску. Ацетон сильнее все-таки? Сильнее, конечно. Ацетоны, вот эти мощные разбавители, там 646-ые все вот эти. Просто краска эта густая, если она жидкая краска, жиденькая, она, конечно, проест. Это когда на первый слой брызгают? Да. Ну вот этот вот слой. Подкладку. Да, подкладочку сейчас покажу. Ой, это что такое красивое? Тоже картинка. Картинка, да. Вот эти пятна, это по жидкой краске, когда я сразу имприматуру это делал, брызнул разбавителем, white spirit, и он вот разъел такими каплями. Ну, а на густой краске эффекта такого не получится. А, или вы ее потом и не пробовали больше, да? Да. Вы, если хотите брызнить, ну, лучше не надо. Нет, я хочу попробовать вот эти все эффекты. Ну, а как насчет вот многие гонятся вот, ну, как бы, ну, такое за толстым слоем, потому что это считается, что красивое, там, не знаю, интересно. Ну, нет, ну, есть же все разные стили живописи. Можно, да, можно даже здесь где-нибудь такие мазки. Жирные. Да. Ну, стилистика разная была. Можно и так, и так работать. Просто на тонких слоях очень эффектные бывают... Вот эти все эффекты. Нет, не эффекты, а сочетание оттенков. Поскольку, когда на тонких слоях возникает эффект лессировки, то есть, когда через одну краску светится другая, просвечивается. Создается третий, очень глубокий, иногда очень такой красивый оттенок. Вот, когда пишешь пастузно, такого эффекта не получается. Тоже свои, там, оптическое смешение очень важное имеет, ну, когда недомешанные красочки, мазочки лежат рядышком, оптическое тоже. Немножко другая физика у этого явления тоже хорошо. В данном случае для такой задачи... Для цветов, по-моему, лучше именно такая техника. Потому что цветы все же, они такие нежные, прозрачные. Да, да, да. Ну, а надоест так, возьмете, как коровин. Напишите, когда-нибудь тоже удовольствие получится, когда вот ты таким фаршем, таким цветным... Пастузным. Да, глиной вот этой вот, цветной пишешь. Тоже прекрасно. Так, ну, нормально. Вот можно еще посветлее, еще процентов на 10, как бы. Да, я здесь. И здесь, наверное, тоже. А здесь очень жестко у вас. Можно немножко, ну, помягче. Вот это вот, вы слишком по-темному, слишком светлым, без промежуточных, да, Леон? Ага. Так, немножко растушевать. А уже по вот этому, уже можно еще более, светлым, более жестким. Так, цветы нормально. Так, сейчас пойду. Смотри. 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 Продолжение следует... 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 идет и свет и тень сразу потом эта штука подсохнет я ее разобью колюченькой сделаю когда разбавитель выветрится свет не с той стороны у нас как бы слева справа сделали не принципиально но по крайней мере очень хорошо по тону сделали надо что-то на завтра выбрать такую закрутили красиво как змея так спасибо на ваша смотрела берем густую краску это ваши блики были были блики да смотрите краску не белила конечно же окраску с оттенком данном случае данном случае как не желтый чуть-чуть окрашиваем белильце никуда не макаем не макаем кладем колбаску а еще и а изогнутая дарья неровно да вот же можно даже вот так вот так как ну и наверно вот здесь не знаю и сухой чистой кистью строительного стираю туда-сюда гоняем 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 то есть достаточно как бы ну легко но не 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 очень вот кстати она подсохла нормально примерно вот здесь уже много вещества это уже уже не качественно обычно на второй день это делают вот она ну нормально вот есть лица получился изгиб такой вот я не ровно положил и в разные стороны вот это полезно вот когда он немножко так да мне кажется ровно так как там злоупотреблять нельзя если это не мокрые цветы к если мокрые тогда пожалуйста мамаков мокрых конечно почему бывает но если дождь так ларис давайте вас похвалю на камеру спасибо очень хорошо сегодня прям не туда лиса все очень хорошо очень композиция хорошая очень хорошие вот эти узоры зеленых вот этих клеток веточек в общем одни плечи да и разнообразие мне нравится что в разные стороны они смотрят ну то есть в смысле того что как-то эти спасибо олег это вы вдохновили да на сегодня все спасибо